Парализован. Итак, мы видим, что у овечьих ворот в купальне, в которой после прикосновения благодати Божией через ангела первый входивший получал исцеление. И вот там находился парализованный человек, 38 лет, находившийся в болезни. Это значит, что этому человеку все-таки больше лет. Только в болезни он пребывал, в параличе 38 лет. И Господь исцеляет этого человека. Кто-то скажет, а какой смысл вот этого прочитанного Евангелия сегодня имеет ко мне, к моему ближнему, к нашему времени? Ведь часто, отвергая евангельскую истину, говоря, что она сильно проста, мы начинаем думать, что истина является какой-то сложной, громоздкой, крикливой. А в конце концов, окажется, что вся сложность истины будет в ее неизменной простоте. Вот в этих простых словах Евангелия, преклоняясь перед всемогущей силой Божией, которая совершила исцеление этого расслабленного, парализованного человека, через которое Господь явил будущее состояние человечества, когда не будет ни болезней, ни слез, ни воздыхания, ни самой смерти после воскресения мертвых и второго пришествия Христу. Мы вместе с тем обращаем внимание на этот евангельский отрывок. Господь подходит к этому несчастному, парализованному человеку, который не может доползти до этой купальни, когда вода возмущается, и кто-то раньше не восходит. «Хочешь ли ты быть здоров?» – спрашивает Спаситель. «Да, хочу, но не имею человека, который помог бы мне спуститься в эту купальню». Вот на эти слова больше всего и обращается наше внимание. Когда человек ограниченный, полностью ограниченный в движении, говорит, нет человека, который помог бы мне. Один из древних дохристианских философов некогда среди дня ходил со светильником по улицам города. И его спрашивают, почему ты ходишь среди белого дня, когда солнце со светильником? И он сказал, я ищу человека. «Времена Христа» – тот же ответ. Нет человека. Две тысячи лет прошло, и эти слова остаются актуальными и сегодня. Какое отношение имеет нынешнее Евангелие к нашей жизни? Самое прямое – это то, когда мы свое эго, свое «я» ставим выше заповеди о любви к Богу и к ближнему. Когда, проходя мимо лежащего на асфальте, на траве человека, мы проходим мимо, мы отворачиваемся, а себя успокаиваем. Да, это пьяница. Пьяный лежит. Сколько было случаев, когда люди умирали от инфаркта и инсульта среди большого количества людей, проходящих, кто не обращал на них внимания, кто также думал, да, это пьяный лежит на улице. И никто из этих сотен и тысяч людей не удосужился пойти и проверить, действительно ли он пьян или человеку плохо. И человек умер среди этих сотен и проходящих людей. Автомобилист, когда едет по дороге, видит своего коллегу, попавшего в аварию, в автомобильную катастрофу, и проезжает мимо, видя, что рядом нет никого, что нужно остановиться и прийти, спросить, нужна ли моя помощь. Он проезжает мимо, а себя впоследствии успокаивает. Да кто тогда остановится? Но почему ты не остановился? Ведь если ты увидел, значит, Господь тебя призвал сейчас совершить доброе дело. Значит, сейчас этому человеку нужна, может быть, твоя помощь. Вот так мы проходим мимо, мимо чужой беды. Нет человека. Как часто возле нас находятся люди, нуждающиеся в нашей помощи. И нет человека. Мы, называющие себя человеками, не откликаемся на эту помощь, на этот призыв по помощи. Мы часто проходим мимо, не замечая, привыкая к тому, что вокруг нас сегодня очень много горя и скорби. А кто-то говорит, а кто меня пожалеет? Проходя и не жалея другого ближнего, как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? Чтобы на твою скорбь внимание обратили? Это евангельское чтение имеет прямое отношение к каждому из нас. Сегодня, когда наше Отечество пребывает в пламени междоусобной войны, когда заживо сжигают людей, когда убивают ни в чем не повинных людей и священнослужителей, женщин, детей, стариков, мы не должны быть равнодушными к этому. Если мы видим скорбь, мы должны подойти и спросить, чем мы можем помочь? Иногда вот это искреннее обращение, этот вопрос, чем я могу вам помочь, человек даже, может быть, и не нуждается в никакой материальной помощи, но это внимание с нашей стороны может быть исцеляющим бальзамом для его души. Может быть, это душевная рана, и вот наше искреннее сердце, наши глаза, излучающие Христа и его божественную любовь, я могу вам помочь, я могу вам оказать помощь, и станут, может быть, тем бальзамом. А если нужно, поможем. В нашем подъезде живут старики и немощные люди, а почему бы нам раз в день не посещать их, если они не против? Чем мы можем вам помочь? За хлебом сходить, продукты принести, а может быть, давайте я поубираю в вашей квартире, в вашем доме, и человек будет чувствовать на себе заботу другого человека, и он поймет, что есть рядом человек. Святые отцы толпой это место священного писания говорят о том, что за 38 лет пребывания этого парализованного человека в купальне тысячи людей проходили, и не нашлось человека. И тогда ради этого парализованного Бог стал человеком и совершил его исцеление, и оказал ему помощь. И нас призывает Христос следовать этому пути. Блажением милости веих, якоти и помилово не будут. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, говорит Христос, так и вы поступайте с ним. Если ты хочешь, чтобы тебя утешили в скорби, утешь сейчас ближнего своего. Если ты хочешь, чтобы в старости тебе помогли, когда ты будешь немощен и не сможешь передвигаться, ты сейчас помоги старому больному человеку. Он нуждается в твоей помощи. Человек, который вчера был крепок и силен, а сегодня прикован к постели, нуждается в твоей помощи. Приди и помоги. И ты в этом уподобишься Христу, истинному Богу, ставшему человеком, чтобы человека соделать Богом. Но человек не сможет соделаться Богом, если прежде он не станет человеком. Не сможем мы осуществить этот замысел Божий о каждом из нас, если прежде до человеческого уровня мы не дойдем. Недавно я читал информацию о том, как молодой львенок по неопытности своей попал в капкан. Его шея и горло оказались в этом капкане. И три года другие львы приносили ему пищу, чтобы он не умер. Три года представьте себе, как животные заботятся друг о друге, пока, наконец, не пришел и не увидел этот человек, положивший в капкан, который освободил этого уже большого льва. Если у животных такая солидарность, если они, заботясь о пропитании своем, не забывают о своем собрате, пребывающем в несчастье, то до какого уровня опускаются люди, когда забывают о страждущих, немощных, о стариках? Дорогие мои, нынешние Евангелия имеют прямое отношение ко мне, к тебе, к каждому из нас и ко всем нам. каждый из нас достанет человеком, христианином, чтобы достичь идеала обожения и войти в общение с Ним, со Христом, Господом и Спасителем нашим, который, как мы видим, совершил чудо исцеления. И верим, что же за наши дела милосердия, бескорыстного милосердия, Господь не оставит нас без помощи и утешения в трудные дни жизни нашей. Он Сам, став человеком через других людей, через обстоятельства жизни, через чудеса, наконец, будет помогать нам. И потому в сей день Пасхи Господней Спасительной и во все дни жизни нашей мы Ему, Бога-человеку, воздаем славу, честь, державу и поклонение всегда, ныне и в сей день и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Аминь! Христос воскресе!